Магадан 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 Малые формы Драма. Это уже о чем-то говорит сам Юрий Погребченко и сам театр. В основном у них спектакли такие минималистские. То есть минимум какой-то такой пышности и максимум содержания. Поэтому наш зритель, я думаю, должен будет очень... Ему должно это будет понравиться. Просто потому, что это будет несколько необычно. Это будет несколько необычно. Это во-первых. Во-вторых, золотая маска, все лауреаты золотой маски, это всегда очень высокий уровень. Это очень высокая планка. Второй спектакль – это «Бабушки». Театр-практика из города Москвы. Судя по тому, что я узнал о этом спектакле, что я посмотрел, это будет очень-очень интересно. Это история о русской глубинке. И сама режиссер отмечает, что когда она этот вопрос изучала, она поняла для себя, что мы не знаем нас, мы не знаем Россию. И здесь она хотела рассказать о России, которую мы еще не знаем. А может быть, та, которую мы забыли. Это уже тоже должно привлечь наше внимание. Третий спектакль – это пластический спектакль. Компания «Диалог Данс». Вообще это международный проект. Поэтому это участники не только России, но и из-за рубежа. Это Бельгия, это Чехия и Россия. Это совместный проект. Сама компания «Диалог Данс» из Костромы. Лауреаты неоднократные из «Золотой маски» в том числе и других престижных премий наших российских, отечественных. Я думаю, также это будет очень-очень интересно тому зрителю, которому надоели слова. Но ему хочется посмотреть, как можно выразить мысли в пластике, что такое язык тела. Поэтому я думаю, это будет также очень-очень интересно. Ну и последнее, о чем хотел бы из тех мероприятий, на которые можно будет попасть за деньги – это концерт молодых солистов Большого театра. Тут, в принципе, комментарии какие-то бессмысленны, просто потому что Большой театр. Большой театр – это лицо России. То есть получается, что актеры будут со всех регионов страны, да? В принципе, да. Мы объяли всю нашу необъятную родину. И это будет для магаданского зрителя, это тем более будет интересно, потому что события такого масштаба, как фестиваль «Территория Магадан», для наших артистов, в первую очередь, перенятие опыта маститых, маститых современных уже мастеров – это, конечно, будет уникальный опыт, очень-очень серьезный. И наши артисты уже с интересом наблюдают за всей этой программой. Что касается зрителя и остального всего. То есть это сам фестиваль, он же не ограничивается только этими четырьмя мероприятиями. Будет очень обширная образовательная программа, очень обширная. Это будут мастер-классы компании «Диалог Данс», в том числе. Они будут рассказывать свою концепцию. Как? Что? Почему? Я думаю, это будет интересно в первую очередь местным специалистам, которые интересуются танцем. Считаю, что это будет уникальный опыт. Потом будет очень серьезная образовательная программа в смысле менеджмента театрального. Для нас это также важно. Не только для театра, но если посмотреть на афишу фестиваля, то можно увидеть, что это не только продвижение каких-то проектов театральных. Как они? С чего начать? Как его провести? Я знаю, что у нас в городе есть и молодые театральные коллективы. Для них это будет в первую очередь интересно. Как себя продвинуть, как себя показать, где, в какие двери постучать, чтобы их увидели, чтобы их узнали. Это очень интересно. Что касается подготовки к этому фестивалю, как она проходила? Активная часть подготовительных работ еще продолжается. Мы уже наводим последние штрихи. Хочу отметить Рудник имени Матросова и, в частности, депутата, представителя компании Рудник имени Матросова, депутата Магаданской областной думы Александра Шаферова. Он принял самое непосредственное и самое активное участие в подготовке этого действа. На себя компания взяла, во-первых, всю логистику, связанную именно с фестивалем. То есть все, что перевозится, все декорации, артистов, персонал, обслуживающий, все это они взяли на себя. За их счет выделено, если не ошибаюсь, 2 миллиона рублей на полный ремонт нашего балетного класса, в котором не было его уже где-то порядка 75 лет. Фактически с самого основания здания. Антон, фестиваль «Территория Магадан» – это фестиваль современного театрального искусства. На ваш взгляд, сейчас отношение к современному театру какое у зрителя? Вы знаете, достаточно противоречивое. И здесь хочу отметить такую роль, что очень мало делается упора, делалось до этого момента, на правильное культурное образование людей. Конечно, это очень важная составляющая. Знаете, очень тонкая такая грань. Где современное искусство, а где откровенная профанация. В свете последних событий, думаю, никому не секрет, что с современным искусством очень много скандалов. И здесь, конечно, также нужно понимать, что такое современное искусство. Что такое искусство вообще? Тот фестиваль, который ждет магаданцев, территория Магадан, будет искусством в чистом виде или неоднозначно? Преждевременно я ничего не смог бы сказать, просто потому что я еще этого не видел. Но судя по откликам и по каким-то критическим замечаниям, в том числе и естественно в авторитетных изданиях, то, конечно, это к искусству имеет самое прямое отношение. А помимо актеров и мастер-классов, которые будут, приедет ли в Магаданскую область кто-то еще из важных костей, например, театральные критики? Да, конечно, будет целый ряд театральных критиков и менеджеров в том числе. Это будет Роман Должанский, критик, достаточно известный в театральных кругах. И он, я думаю, очень обстоятельно все эти вопросы обсудит с нашими гостями, со всеми теми, кто придет на этот фестиваль. Будут и другие критики. У нас, людей театра и непосредственно работающих, служащих в театре, будет интересовать образовательная программа, связанная с менеджментом, с продвижением, как продвинуть продукт. Спектакль в любом случае, как ни говори, это продукт. И мы его продаем. Нам очень важно продавать качественный продукт. И этот фестиваль для нас – возможность. В первую очередь, это возможность набрать обороты. И вы уже, наверное, знаете, что мы едем в ближайшее время еще с гастролями в Хабаровск. Наши друзья из Хабаровского краевого театра драмы приедут к нам. Для нас, конечно, этот опыт будет важен. Для работы уже в дальнейшем. И, в первую очередь, конечно, это отразится на нашем зрителе. Наш зритель в ближайшем будущем должен будет увидеть театр. Конечно, мы храним традиции. Мы будем хранить традиции и верны традициям. Но в то же время мы обязаны и соответствовать времени. И здесь для нас это возможность соответствовать времени, выезжать с гастролями и в другие регионы, и уже, что называется, за свои средства. И, в большей части, конечно, без помощи государства искусство вообще не может быть. Его нельзя представить себе искусство без помощи государства. Потому что искусство – это всегда взгляд в будущее, это всегда взгляд вперед и всегда опережает современность. А то, что опережает современность, не всегда очень радостно воспринимается. И очень многие, не очень многие, а значительная часть людей просто не воспринимает его. Все привыкли жить в прошлом, в старом, в сегодняшнем. А новое – это всегда новое, это всегда разрушение чего-то старого. Понимаете, да? И поэтому здесь, конечно, поддержка государства очень важна. Сегодня государство оказывает поддержку? Конечно. Самая непосредственная и очень-очень значительная, очень большая помощь, в том числе со стороны нашего министра культуры и туризма Магаданской области Людмилы Александровны Горлачевой. Она, конечно, все эти моменты держит на контроле, она заботится о нас, обо всех. И, конечно, нужно ей сказать большое спасибо. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, что фестиваль «Территория Магадан» – не последнее масштабное событие в жизни культурной нашего города. Я думаю, что будут еще. И впереди у нас большое будущее. Напомню, у нас в гостях был администратор Магаданского государственного музыкального и драматического театра Антон Бабанин. Это была программа «Крупным планом». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова